Добрый вечер, это программа Пульс Дня в студии Артём Андросов. Здесь мы обсуждаем новости и их последствия. Белый дом отверг обвинения в шпионаже против задержанного России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича как нелепые и заявил, что считать эти обвинения достоверными нет никаких оснований. Белый дом также заявил, что Госдепартамент находится в прямом контакте с российским правительством в связи с сообщением о задержании Гершковича. Администрация Байдена поддерживает также контакт с семьей журналиста и его работодателем. «Вчера вечером высокопоставленные чиновники Белого дома говорили напрямую с работодателем господина Гершковича. Госдепартамент также связался с Wall Street Journal и его семьей по этому вопросу. Эти обвинения в шпионаже смехотворны. Преследование американских граждан российским правительством неприемлемо. Мы осуждаем задержание господина Гершковича самым решительным образом». Госсекретарь Энтони Блинкин отметил, что высшим приоритетом Госдепартамента является безопасность граждан Соединенных Штатов за рубежом. Председатель Сенатского комитета по иностранным делам Боб Менендес назвал задержание Гершковича возмутительным. Менендес призвал к немедленному освобождению Гершковича. Даниил Берман, адвокат Гершковича, был допущен к рассмотрению обвинений. По сведениям Бермана, Гершкович, скорее всего, будет отправлен в Лефортово. Газета The Wall Street Journal опубликовала заявление по поводу ареста в Екатеринбурге журналиста Эвана Гершковича. В заявлении отмечается, что газета категорически отрицает обвинения Федеральной службы безопасности России и требует немедленного освобождения репортера Эвана Гершковича. Издание сообщает, что Эвану 31 год и он работает репортером в России с 2017 года. До работы в Московском бюро он писал для Agents France Press и англоязычной газеты Moscow Times. Ранее он был ассистентом по новостям в газете New York Times. В последнее время Гершкович писал о влиянии западных санкций на экономику России. Федеральная служба безопасности Российской Федерации, сообщив об аресте американского журналиста, заявила, что пресекла незаконную деятельность, которую якобы вел Гершкович, и что в Екатеринбурге против него было возбуждено дело о шпионаже. По данным российских СМИ, данное дело имеет гриф «совершенно секретно». Арест Гершковича – первый случай после окончания Холодной войны, когда американского журналиста арестовывают по обвинению в шпионаже. Помимо эскалации дипломатического конфликта Москвы с Вашингтоном, арест Гершковича становится предупреждением тем немногочисленным иностранным журналистам, которые все еще продолжают работать в России. Дональд Трамп стал первым в истории экс-президентом Соединенных Штатов, против которого судом будет официально открыто уголовное дело. За это проголосовало большое жюри присяжных Манхэттена. Первыми об этом сообщили американские газеты, и лишь спустя три часа новость подтвердил офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брега, который в январе создал большое жюри для решения вопроса о привлечении Трампа к суду. Это одно из нескольких расследований против Трампа. Оно касается выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним десятью годами ранее. Сама по себе эта выплата незаконной не была, но Трамп и его адвокат оформили ее как плату за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказуемо в уголовном порядке. Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы, но Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявили. Теперь после решения присяжных ожидается, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэк официально предъявит Трампу обвинение. Живущему во Флориде Трампу, вероятно, будет предписано явиться в суд в Нью-Йорке, где он будет официально арестован. У него возьмут отпечатки пальцев и сфотографируют, как всех подозреваемых по уголовным делам, анфасы, в профиль, и затем состоится первое слушание по делу. Скорее всего, Трамп сдастся прокурором на следующей неделе. Адвокат Трампа Сьюзан Нечелес уточнила в переписке с несколькими изданиями, что экс-президент, скорее всего, предстанет перед судом во вторник 4 апреля. Мне трудно поверить, что это каким-то образом окажет значительное влияние на политическую гонку. Я также читал и слышал много от разных политических лидеров, говорящих, что это изменит республиканские предварительные выборы или демократическую и республиканскую гонку на всеобщих выборах. Я не эксперт в этом, но само собой разумеется, что наличие обвинения в серьезном уголовном преступлении у основного кандидата в президенты должно иметь какое-то влияние. Президент Тайваня Цай Инвэнь сделала остановку в Нью-Йорке по пути в другие страны, заявив перед этим, что она не позволит, чтобы внешнее давление помешало контактам острова с остальным миром. Ранее Китай пригрозил ответными мерами, если она встретится со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти. Китай неоднократно предостерегал американских чиновников от встреч с Цай Инвэнь, усматривая в них демонстрацию поддержки желания острова считаться независимой страной. Цай Инвэнь направляется в Гватемалу и Белис, две из немногих стран, которые поддерживают дипломатические отношения с Тайванем. В ходе своей первой остановки в Соединенных Штатах с 2019 года она пробудет в Нью-Йорке до субботы, а также посетит Лос-Анджелес на обратном пути из Центральной Америки. Ожидается, что она встретится с Кевином Маккарти в Калифорнии, хотя официально это не было подтверждено. Девять военнослужащих погибли в результате столкновения двух вертолетов 101-й воздушно-десантной дивизии на юго-западе штата Кентукки. Инцидент произошел во время выполнения планового ночного учебного задания. Вертолеты упали недалеко от границы со штатом Теннесси. Бригадный генерал Джон Любас, заместитель командующего операциями 101-й воздушно-десантной дивизии, заявил, что пока не ясно, что стало причиной столкновения вертолетов. По словам генерала, на борту одного вертолета находилось пять военнослужащих, на борту второго – четверо. Вертолеты упали вне населенной местности. На место крушения незамедлительно прибыли команды спасателей. Глава Пентагона Ллойд Остин выступил со специальным заявлением в связи с крушением вертолетов. Он назвал случившейся трагической потерей. Мы убиты горем из-за трагической гибели девяти храбрых военнослужащих. Наши сердца и наши молитвы обращены к их семьям в это очень трудное время, а также к тем, кто служил вместе с ними в Форт Кэмпбелл. Мужчины и женщины из 101-й воздушно-десантной дивизии представляют лучших из лучших в нашей стране и играют решающую роль в нашей безопасности. Мы всегда будем выполнять свои обязательства перед военнослужащими и их семьями. И мы поддерживаем всех, кто скорбит после этой ужасной, поистине страшной аварии. Ежемесячное производство артиллерийских снарядов в Соединенных Штатах вырастет до конца этого года вдвое и составит 24 тысячи. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона Гейб Камарилло. По его словам, через пять лет производство таких снарядов вырастет в шесть раз. Пентагон потратит примерно полтора миллиарда долларов для модернизации производственных мощностей, на которых выпускают снаряды. Поставлена задача улучшить снабжение украинской армии и пополнить складские запасы для нужд американской армии. Армия США также наращивает производство противотанковых ракет «Джевелин» и управляемых реактивных систем залпового огня. В частности, производство «Джевелин» вырастет более чем вдвое до 330 в месяц, а производство пусковых установок удвоится до 41 в месяц. В целом, Соединенные Штаты инвестируют более 2 миллиардов долларов в производственные мощности по выпуску орудий и боеприпасов. Выделяемые средства – это часть 15-летнего плана на сумму 18 миллиардов долларов для модернизации государственных предприятий. 22 железнодорожных вагона сошли с рельсов недалеко от Раймонда в Миннесоте. Офис шерифа округа Кандиохи сообщает, что поезд привозил этанол и жидкий кукурузный сироп. Многочисленные железнодорожные вагоны были охвачены пламенем. Агентство по охране окружающей среды Великих Озер сообщило, что четыре вагона, содержащие этанол, которые являются легко воспламеняющимся продуктом, взорвались. О пострадавших не сообщалось, причина схода с рельсов выясняется. Район в пределах полумили от крушения эвакуирован в соседний Принцбург. В этом районе не рекомендуется путешествовать, шоссе 23 закрыто до дальнейшего уведомления. Управление по охране окружающей среды обеспечивает мониторинг воздуха на месте и вокруг него. Губернатор Миннесоты Тим Уоллс и руководители управления по чрезвычайным ситуациям штата отправились в Раймонд, чтобы посетить место, где поезд сошел с рельсов. Тем временем Сенат Миннесоты проведет слушание по безопасности железных дорог. На нем обсудят законопроект, который будет внедрять планирование реагирования на чрезвычайные ситуации и устанавливать требования к обучению, направленные на повышение безопасности на железнодорожном транспорте. Полицейские Нью-Йорка сообщают, что за последние месяцы две группы злоумышленников накачали наркотическими веществами и ограбили более 40 человек. Некоторые из жертв погибали от передозировки. На данный момент шести подозреваемым предъявлены обвинения. Считается, что первая банда стоит по меньшей мере за 17 ограблениями в Манхэттене. Власти предполагают, что они также виновны в смерти двух мужчин Хулио Рамиреса и Джона Умбергера, которых в последний раз видели выходящими из бара. Ранее бюро судмедэкспертизы сообщило, что Рамирес и Умбергер умерли от смертельных комбинаций фентанила, кокаина, лидокаина и этанола, обнаруженных в их крови. После родственники погибших сообщили, что с банковских счетов Рамиреса и Умбергера пропали до 25 тысяч долларов. По словам представителей правоохранительных органов, в деле, известном как схема ограбления 90, есть несколько подозреваемых. Предполагается, что они ограбили 26 человек. Полицейские отмечают, что группировки используют схожую тактику, подсыпают жертвам опасные дозы наркотиков в барах, дожидаются, пока они потеряют сознание, а затем крадут их кошельки, банковские карты и телефоны. Расследование в настоящее время продолжается. А мы продолжим пульс дня через несколько минут, сразу после рекламы на RTN.